Интеграция образования и культуры – такова тема Всероссийской научно-практической конференции, которая проходит в Торжке на базе Всероссийского историко-этнографического музея. Подробности у нашего корреспондента. Основанный Дмитрием Лихачевым Всероссийский историко-этнографический музей был выбран в качестве места проведения конференции не случайно. Несмотря на федеральную известность, учреждение благодаря этому форуму получит дополнительный импульс для своего развития. Ведь в Торжок приехали не только тверские ученые, но и их коллеги из Новгородской, Тульской, Орловской областей. Когда мы объединяем всю Россию, но не всю, конечно, центральную его часть, те регионы, которые граничат с Тверской областью, и они представляют себя на нашей территории, и мы вот эти горизонтальные связи как раз будем налаживать. В течение трех дней участники конференции планируют провести научные экспедиции, практикумы, мастер-классы, обсудить совместные выставочные проекты, поделиться опытом работы, а самое главное – рассказать друг другу о своих планах на ближнюю и среднесрочную перспективу. Мы привыкли, что на конференциях мы докладываем уже о тех результатах, которые получились. Это есть у каждого учреждения образования и культуры. Но, может быть, недостаточно времени уделяем помощи тем идеям, задумкам, которые только в начале пути, которые только пробиваются. Среди прочих, на конференции был представлен проект «Герои былых времен». Это совместная работа тверских общественников и поисковиков, которая посвящена уроженцам Верхней Волжья, отдашшим свою жизнь Родине. Данный проект направлен на увековечение памяти знаменитых людей, внесших вклад в историю, в экономику, в различные сферы жизнедеятельности России. Одним из промежуточных итогов конференции стало соглашение между торжовскими и новгородскими учеными о сотрудничестве, что является подтверждением поговорки про новое и хорошо забытое старое. В конце концов, когда-то этот город на берегах Тверцы принадлежал именно господину Великому Новгороду. Редактор субтитров А.Семкин